Автопробег 250-летию со дня рождения Мухаммада Яракского прошел в Дагестане. В акции приняли участие сотни людей со всей республики. Кульминацией мероприятия стало посещение места захоронения праведника и проведение маджлиса алимов. Продолжение темы сюжет Хамзу Нурмагомедова. 150 машин автоколона движется в Саграталь, в горное село, где похоронен выдающийся мыслитель. Ученый и наставник трех великих имамов Дагестана – Мухаммад Яракский. Посетить место, где похоронен праведник, приехали сотни людей со всей республики. Большая часть из Южного Дагестана, откуда и был родом шейх. Мы сплоченные вместе, весь Юждаг, Ахтунский район, Саламиджах. Приехали именно сюда, на Сагратале, где его похоронили. Поэтому хотим сказать, что нас так встретили. У могилы праведника прочитали строки священного Корана и возвели мольбу ко Всевышнему за благополучий мир в Дагестане. Мухаммад Яракский – это великий мыслитель, ученый. Мы до сих пор изучаем его труды. Он нам показал, каково должно быть отношение мусульмана к своей религии. Глубина веры. Вот вера – это основа, которую он нес, как знамя, которое поднимал. Мы спустя столетия вспоминаем и возвращаемся к учению Мухаммада Яракского. Он непростой человек. Он шейх из шейхов, Мухаммад Яракский. Мухаммад Яракский был учителем имам Шамиля. Он преподавал уроки имам Шамиля. Вот имам Шамиля, мы все знаем, какой человек, что за человек. Это все от Ярака Мухаммада всего. И вот с дедушкой мы разные зиярты посещали и будем посещать, иншаллах. И это важно для всех молодежи, чтобы знали, что такое ислам. Наследие Мухаммада Яракский оставил величайшее. И нынешние потомки продолжают его путь, обучаясь в религиозных учреждениях и распространяя полезные знания. Я пошел по высопам. Он также был хафизом. Он Коран выучил, если не ошибаюсь, 60 лет. Так что хочу сказать, чтобы все южаги спали мадрасса. Потому что сейчас нам нужны алины. После зиярта в Джума мечети села Прошума Джилисалимов. В ней ученые-богословы, проповедники-представители власти рассказывали о духовном наследии шейха. Это событие имеет огромное значение не только для села Сагратль, но и всего Гунивского района, и всего Дагестана. Это именно то, что сегодня укрепляет дружбу между народами и братские отношения между народами Дагестана. Магомед Яракский был выдающейся личностью, выдающимся ученым. Очень рады этому. И, конечно же, хотелось бы, чтобы почаще приехали, чтобы братство между жителями нашей республики укрепилось и дало, чтобы оно стало причиной для этого. В завершении маджелеса всех угостили вкусным обедом. Мероприятие планируют сделать традиционным и проводить ежегодно с привлечением большего количества людей. Для нас стало доброй традицией приезжать сюда в Сагратль, место, где захоронен шейх Мухаммад Алиараги. И раньше приезжали, а вот в прошлом году тоже мы приезжали таким большим количеством людей. В этом году уже 250 лет со дня рождения получается Мухаммад Алиараги. Поэтому у нас есть череда мероприятий, которые мы собираемся провести. И начали именно с автопробега, потому что это место, которым он захоронен, место, которое он проводил последнее время своей жизни. Поэтому решили именно начать с этого, поскольку и гунипский, и братский народ нас здесь ждал. Мы сюда приехали, они нас встретили. Достаточно большое количество, более уверенно можно сказать, около 150 машин сюда приехало. Поэтому люди встретили, рады нам. Мы тоже рады этих братьев видеть. Даже постараемся почаще, больше, чем раз в год приезжать сюда и проводить такие мероприятия совместно с нашими братьями из гунипского района. Хамза Нурмагамедов, Салим Алискеров, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Сагратль, Гунипский район.